Ремень МАКПУЛ МС-3 Сразу в первый же день И я решил так задуматься И все-таки решил выпустить видео Дело в том, что подобные ремни китайские Они очень часто продаются в магазинах под видом оригинала Они продаются и в оффлайновых магазинчиках И в магазинах типа Амазона у некоторых продавцов И на eBay тоже встречаются Они иногда ставят ценник продавцы дешевле на треть Дешевле там в два раза Но пишут типа, что это оригинал Нигде не фигурирует слово реплика, подделка И это очень хреново, поскольку Не все люди, которые разбираются Не все даже знают, что существуют страйкбольные обвесы Страйкбольное снаряжение В моем городе также есть магазин Где страйкбольные реплики продаются Их покупают какие-нибудь охотники, например Которые вообще ни сном, ни духом Так что я решил сделать видео Где просто бы можно было показать Основные отличия подделки от оригинала Первое отличие это, конечно же, пряжка У китайца пряжка совершенно безобразная Она очень сильно блестит Это обыкновенный китайский пластик Который, например, используется и во всяких игрушках Хозяйственно-бытовой Здесь уже более прочный милспек пластик Здесь есть уже надпись Made in USA и надпись Cage 1LX50 С обратной стороны также все очень сильно различается У китайца никаких надписей У оригинала надпись Magpul, Made in USA и Cage 1LX50 Что касается самого ремня, то здесь отличия налицо Хотя сам рисунок здесь, текстура одинаков Но китайский ремень, он более тонкий, как вы видите Он гораздо сильнее изгибается Более мягкий, как видите Он мнется очень легко И он даже немножечко слегка блестит на солнце То есть сам материал изготовления гораздо менее качественный На кольце, которое предназначено для перехода с двухточечного режима на одноточечный Также есть отличия Здесь более выражена вот эта окружность Плюс, как вы видите, у китайца надпись и логотип, они выпуклые С обратной стороны также разница значительна Здесь, как вы видите, у китайца качество от штамповки вот этих вот надписей, оно не такое качественное И у всех китайцев, как я уже заметил, я просмотрел разные ремни Нет вот этой вот надписи Ну, точнее, цифра 0.9 На этом элементе также имеются существенные отличия Как видите, здесь швы более прочные, нитки более толстые Швы двойные Здесь все более бюджетно Одинарные швы, нить более тонкая Также на оригинале имеется вот такая вот бирочка Надпись Magpol и MS3 с другой стороны Но, впрочем, бывают китайские реплики и с этой бирочкой Сами карабинчики, как видите, тоже очень сильно отличаются У китайца это просто краска, которая очень сильно блестит При этом шов очень явно выражается Сами карабинчики тоже очень сильно отличаются У китайца это просто краска на металлической части Которая нанесена довольно хреново Иногда прямо с завода бывает так, что она уже протерта местами И шов здесь более заметен Опять-таки, блеск сильный У оригинала здесь все матовое Выглядит гораздо более аккуратно Сам запорный механизм здесь На китайце, в принципе, работает, да Как и на оригинале Но у оригинала он включается более жестко То есть силу надо приложить более значительную Ну и самое главное Здесь у китайца просто применяется обыкновенный штифт Который очень легко вылетает Здесь, например, это уже произошло Так что карабинчик это одна из самых важных частей Да, у ремня И она здесь так хреново выполнена Также у второго поколения ремня МС-3 Используется вот такая пряжка для быстрой регулировки ремня У китайцев бывают разные реплики У меня самая дешевая Поэтому здесь используется вот такая вот петля Петля крепится при помощи этой пряжки И на этой пряжке, кстати, есть надпись МАКПУ Но она нанесена очень коряво, как вы видите Здесь качество изготовления самой пряжки просто отвратительное Бывают реплики и более качественные Но пока что конкретно точной копии этой пряжки я не видел Даже если они ее сделают Я думаю, она в принципе будет отличаться Именно самим качеством изготовления Так что на это тоже можно обратить внимание Ну что ж, на этом у меня все В очередной раз для себя подтвердил тот факт Что сколько вы платите, в принципе, столько вы и получаете И опять-таки, это не значит, что китайский ремень Он просто отвратительный и плохой Он нормальный, просто он предназначен не для настоящего оружия И как видите, он сломался в первый же день И я боюсь представить, что было бы, если бы он был установлен на огнестрельном оружии Это было бы довольно опасно Так что внимательно смотрите на то, что покупаете И если вы все-таки купили подобный ремень То, в принципе, его можно модернизировать Усилить все важные элементы И нормально им пользоваться Но я не думаю все-таки, что страйкбольные реплики ремней Нужно устанавливать на огнестрельное оружие На этом у меня все Всем спасибо, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok